Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шо Шо Игры. И сегодня у нас с вами необычная, интересная серия. Итак, ребята, мы в Пигге. Но играть в Пигге мы не будем. Мы будем угадывать персонажей. Да, ребята, если мы угадаем, то дверь откроется и мы можем пройти дальше. А если не угадаем, то застрянем. Итак, ребята, первая комната. И, конечно же, она начинается с самой Пигги. Итак, в диалоговом окне пишем Пигги. Так, все, дверь открыта, мы прошли. И следующий у нас персонаж. Ребята, советую вам посмотреть это видео до конца и проверить, знаете ли вы всех этих персонажей. Например, второй у нас Литл Бразе, маленький братик. А это мама. Пишем Мазер. Друзья, мне очень важно, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что я могу где-то ошибиться, где-то не знать какого-то персонажа. И я хочу, чтобы вы в комментариях мне рассказали про них. Это у нас был папа, Фазер. А это, ребята, в шапочке, это бабушка. Шо-шо. Нет, это бабушка Пигги. Грэнд Мазер. Ох, заодно английский вспомним. Итак, эта комната нам хорошо знакома, потому что обычно мы пытаемся открыть дверь с белым ключом как раз в этой комнате. И сбежал этот злой Пигги. Ой, бедная семейка Джорджа. Все заразились, все стали инфицированными. Так, а здесь нам нужно угадать. Кого нам нужно угадать? Эй, Пигги, ты где? Вот она. Это овечка Шиппи. Кстати, она дружила с мистером Пи. С мистером Картошкой. Следующая у нас. Смотрите, у нее в руках бамбук. Значит, это панда. Панду. Так, давайте напишем панду. Я узнала, что это панду. По бамбуку. Так, о, дверца открылась. Все правильно. А здесь у нас учитель, потому что в руках линейка. Прям как Балди. Как по-английски учитель? Тичер. Молодцы, ребята. О, нас пропустили. А здесь? Так, нужна подсказка, ребята. Что же это? Кто же это? А, вот она подсказка. Стой, сестра. А, это же сестра. Старшая сестра Джорджа из воспоминаний. Я написала мемори и прошла дальше. Это была Пенни, его старшая сестра. А это у нас Китти. Почему Китти с ножом? Да потому что она инфицирована. И поэтому она не отдает себе отчет, что делает. Итак, ребята, мы с вами проходим дальше и попадаем в другую карту. О, это, это у нас, ребята. Надеюсь, что вы ее узнали. Это Мими. И, вы помните, в одной главе она ремонтировала радио, которым ребята поймали волну Виллов. Не знаю, это была хорошая идея или плохая. Может быть, случился бы и раньше хороший конец, если бы ребята не купились и не попали бы в ловушку Виллов с этим радио. А тут у нас платный скин Дина Пигги. Это такой гибрид Пигги и динозавра. У Джорджа был любименький динозаврик, и, видимо, поэтому сделали такой скин. А теперь у нас Ослик Дейзи. Я иногда почему-то называю его Ослик Данки. Ну, конечно же, это Дейзи. Ребята, в одной записке было написано, что он как-то связан с бандой серебряной лапки Виллов. Но мы пока еще не узнали, как. Смотрите, а здесь очень странный скин. Давайте напишем Энджел. Ангел. Я ничего не знаю о нем, поэтому если вы мне напишите, я буду очень рада. Так, дальше у нас, друзья, ну, конечно же, это Пони. Пони. Мы его все очень хорошо знаем. Он у нас почти в каждой серии. Наш любимый добрый Пони. О, а тут, конечно же, идет Дьяволенок. Интересно. Сначала Ангел, Пони, а потом Дьяволенок. Это как будто бы у Пони есть две стороны. Одна добрая, одна злая. А тут у нас, здравствуйте, доктор. Я очень хорошо помню, как в госпитале вы за мной гонялись. Поэтому пишем Медведь, Бир. Да, все правильно. А дальше опасный Фокси. Ребята, вы помните, что это был член банды Серебряные Лапы? Опасный, видите, у него есть нож. О, вот это красота. Вот это страх. Так, как же, как же написать название этого чудовища? А звали ее Элли. Так, проверяем. Да, дверь открылась. До свидания, Элли. И тут у нас солдат, ребята. Скин солдата. Вы помните, он общался с Пони. Может быть, это его друг, поэтому сюда добавили солдата. Давайте напишем солджер, солдат. О, правильно. Ой, господи, здесь зомби, зомби. Ребята, это зомби Пигги. Мы помним, что она разблокировалась в карте, где было метро. Кстати, очень дорогой скин стоил 325 монет. Прямо вот как сейчас помню. Дорогущие зомби. А мы движемся дальше. И тут у нас красавчик. Белый Барсук. Он работал вместе с мистером Пи, вместе с мистером Картошкой. И видите, он дотронулся до радиоактивного элемента. Поэтому одна рука у него светится. Вот так, ребята. Опасно, опасно работать с радиоактивными веществами. Итак, зовут его Баджи. Баджи, пишем Баджи. И дверь открывается. Или не открывается. Ура. Так, здесь у нас зайка, которая в метро заболела. Это было так неожиданно. И по-моему, это был самый первый очень грустный конец в этой истории. Я помню, как мне было очень-очень жалко Банни. Здесь у нас Пигги Скелет. Кстати, как мне удалось узнать, его придумали не разработчики, а игроки в своем Дискорде. Вот интересная информация. А у нас следующий, следующий зараженный. И это клоун. Страшненький. Совсем не смешной клоун. Кровли. Пишем кровли. Так, вот так. И проходим дальше. Отлично. И мы отправляемся в цирк, ребята. Но что-то, что-то мне страшненько, потому что на входе нас встречает. Нас встречает. Так, ребята, давайте. О, смотрите, сколько там еще персонажей внутри пройти надо. Нас встречает Тигр. Он тоже служил в виллу. Но, как мы помним, в последней главе он ее ранил. И наш любименький Жирафи. Но кто же не знает Жирафи? Все, кто играют в Пигги, знают Жирафи. А дальше мышка. Мышка, мышка. Многие ребята мне в комментариях под этой главой написали, Бабушка, это мышка без ножек. Да, ребята, была она без ножек, поэтому она ползала по вентиляции. Дальше у нас Доги. Доги мы помним тоже по первым сериям. И смотрите, мы вернулись под купол цирка. И здесь у нас почему-то вот этот страшный-страшный монстр с головой поросенка, но с щупальцами на спине. Ребята, мне, честно говоря, не попадался этот персонаж, и слава богу. Но я немножко про него прочитала. Это, конечно, ужас. Паразит. Это наша любимая Зизи. Конечно, кто же ее не знает. Она у нас любит фехтование. Поэтому она у нас вот с этой шпагой. А тут у нас персонаж привидения. Честно говоря, я такой не видела. Вижу его впервые. Поэтому пришлось про него искать, читать. Оказывается, этот персонаж тоже был создан любителями этой игры. То есть не издателями, а фанатами. И, кстати, этот скил он занял на каком-то конкурсе скинов второе место. Вот такой вот гост у нас. Привидение Пигги. Проходим дальше. И встречаем его. Робби. Его можно было открыть за монеты в главе, которая называлась шоппинг-центр. Мол. Пишем Робби и проходим дальше. А дальше у нас вот такой персонаж. Зовут его Билли. И, к сожалению, больше ничего о нем рассказать я не могу. Кроме того, что это один из трех персонажей, который имеет рога. В Пигги, как вы помните, учитель с рогами, дьяволенок с рогами и вон тот вот Билли. А здесь у нас персонаж, который называется Баджи. Еще по-другому его называют Капитан Баджи. Кстати, у него тоже были перья, как и у Зизи в шляпе. А это Торчер. Как мне кажется, это самый дорогой скин, который стоил 550 монет. Не знаю почему так, ребята. Если вы знаете, напишите, чем он так важен, это Торчер. А это у нас полицейский, который дружил с Доги. Если мне не изменяет память, ребята. Что-то мы уже заходим все дальше и дальше, и я могу где-то очень сильно ошибаться. Но вот с этим персонажем я точно не ошибусь. Все мы его хорошо помним. Это Мистер Картошка. По-другому Мистер Пи. Кстати, вся вот эта заваруха с зараженными из-за него и произошла. Мы помним, что он очень-очень сильно хотел вылечить свою жену. Но создал вирус, который заразил всю семью Пигги. Кроме Джорджа. А тут у нас должна была быть фотография, но она почему-то не установилась. И нам предлагают отгадать вот этот зеленый огурец. Зовут его Пикл Рик. И он не из истории про Пигги. Кстати, вот второй скин, который не из истории. Зовут этот скин Лиза. Кстати, это была девушка, которая разрабатывала игру Пигги. Потом она ушла из этой работы. Но в память о ней ребята оставили вот такой скин Лиза. Как по мне, так это ужас ужасненький. Опять нам показывают Зизи. Видимо, она очень популярна. Звезда. Или тут пошли повторения. Смотрите, опять нам показывают Пони. Или это то, что они кушают. Зизи кушает травку, Пони кушает морковку. Но про морковку, конечно, трудно забыть. Потому что Пони почти в каждой серии говорил, дайте мне морковку. А тут у нас есть еще одна любительница морковки. Зайка Банни. Так, давайте напишем. Кстати, знаете, что, ребята, я поняла? Я поняла, что даже если мы пишем что-то неправильно, то дверь все равно... А нет, нет, видите, я написала Пони неправильно. И дверь не открывается, не пускает. Я-то думала, что можно даже неправильно написать и пройти. Но нет, игра не пускает. Поэтому пишем правильно. Это у нас Банни. Зайка, да, дверь открылась. Ох, Кость. Это у нас Доги. Доги любит косточки. Так, давайте напишем. Доги. Все верно. Ну, а почему дверь не открылась? А, я с ошибкой написала. Ох уж, это бабушка. Это наш маленький... Ребята, даже не буду вам подсказывать, кто это, потому что вы все прекрасно его знаете. Это наш маленький, хорошенький Джордж. Я надеюсь, что вы уже ответили до того, как я вам подсказала. Джордж. О, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Крокодил. Кто вас так нарядил? Хе-хе. Я нашла, что называется это Крисси. Но, честно говоря, я ничего не знаю об этой бабульке-крокодиле. И дальше у нас Доги Киборг. Киборг Доги. Собака Киборг. Мне тоже не попадался этот персонаж. И вот такую Пати Пигги я тоже, увы, не видела, ребята. Пожалуйста, если вы что-то о них знаете, всю информацию пишите в комментариях. Мне кажется, что мне и всем другим ребятам тоже будет интересно. Вот так вот по крупицам собираем информацию. Это был Зак. Это у нас Лев. Мистер Леон. Так, давайте напишем Мистер Леон. И дальше у нас, ой, какая симпатичненькая. Коза Готти. Так, открываем. И, о господи, это кто еще? Корова. Какая-то страшная Доктор Корова. Дальше идет Волшебник. Ребята, вот так вот играешь, играешь. Много серий в Пигги. А потом оказывается, что ты половину персонажей из этой игры даже не видел. Вот это да. Сегодня, конечно, для меня очень большое открытие. Ребята, это кто? Это кто? Называется это чудовище Спайдер Пигги. Паук Пигги. Ребята, хоть кому-нибудь попадался этот паук в игре? Кто-нибудь отзовитесь, где вы встречали всех этих монстров. Ух, смотрите, какой коридор здоровый. Когда же они уже все закончатся? Смотрите, сколько еще пройти надо. Что-то я уже вообще никого тут не знаю. Это дальше Джукбокс Джокер. Знаете, такие коробочки, которые открываешь, и оттуда хохочущая голова выскакивает. Очень даже иногда жутко. Так, пишем и проходим дальше. Господи. Папет Пигги. Марионетка Пигги. Какая большая марионетка. Пишем и движемся дальше. Дальше тут у нас, ребята, вот это да, король. Где, где можно встретить этого короля? Может быть дальше? Может быть будет продолжение с этим королем? Ребята, пожалуйста, расскажите мне, расскажите про этих товарищей. А это кто? А это кто? Это говорят, что это королева. Это что, королева Англии? Наверное, ребята. Наверное, это королева Англии. Дальше мы встречаем Единорога. Вот так. Уникорн есть даже в Пигги. Я-то думала, что только в Адолтме. Да, ребята, концовка просто сумасшедшая и интересная. Столько персонажей, которых я вижу впервые. Это Кенгуру. Опасная. Смотрите, какой у нее аппарат в руках. Ой, жуть. Называется она Кангу. Давайте напишем. Кангу. Так, Кангу, да. Ох, ребята, если вы хотите потом поиграть, то можете выписать все эти названия и пройти сами все эти главы, посмотреть на всех вот этих товарищей поближе. Это Волфи. Это Тедди. Так, Тедди. Проходим дальше? Ну-ка. Проходим. Тедди. Медведь Тедди. И, о-о-о, сломанный Робби. Сломанный робот Брокен Робби. Видите, проводочки у него там отрезаны. Хм, вот так. Половина тут Робби, половина там Робби. Так, пишем Брокен Робби. Проходим дальше. И тут у нас манекен. То есть такая заготовочка. Заготовочка. Кто это будет? Заготовочка Пигги. Или какого-нибудь инфицированного животного. Ну, в общем, здесь нужно написать, что это... Это манекен. Вот сколько интересной новой информации мы сегодня узнаем. Просто огромное-огромное количество. Вы вот знали всех этих персонажей? Я думаю, что нет ни одного человека, который бы сам без подсказок вот так мог пройти все вот эти комнаты. Люфи. Как я могу узнать, что это Люфи? Непонятно. Вот, например, у нас Мокки. Да, ребята, я, конечно, очень сильно постаралась, чтобы узнать имена всех вот этих... Всех вот этих картинок. О, это у нас детектив. Детектив Пигги. Такой серьезный дядя. Идем дальше. Тут у нас Куала. Ее мы узнаем сразу, даже без подсказок. Куала страшненькая. Потому что глазки горят каким-то дьявольским огоньком. Пишем Куала. Так, ребята, ну когда же, когда же уже будет конец? Это у нас кто? Господи, смотрите, какой у нее маникюр. О, вот это когти. Эту Белочку зовут Хэмми. Да, ребята, тут есть даже Белочка. Здравствуйте, вы кто? Почему вы с отмычкой? Это ломик у вас? Зовут ее Сквирли. Я даже не знаю, что это за зверь, ребята. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто это? Что это за животное? И дальше у нас, о, ужас. Что это? Видно только пятачок. Но на самом деле, это кошмарная собака, ребята. Есть здесь и такое. По-английски Nightmare Doggy. Фух, ребята. Когда они уже закончатся? И здесь у нас Асид Доги, ребята. Это кислотная собака. Мне кажется, что в нашей истории это последний персонаж. И почему заканчивается на таком ужасе непонятно. Дальше уже, видите, комната победителя, чемпиона, того, кто прошел всю вот эту историю с персонажами. Ребята, пишем Асид Доги и завершаем эту серию. Видите, говорят, что ты молодец, ты все прошла, и сейчас ты получишь медальку. Хух. Ну, хоть медальку получу за свои старания. Но, конечно, больше мне хочется получить от вас лайк. Ребята, вы видите, как сильно я старалась рассказать вам про вот этих вот персонажей. Даже не рассказать про них, а просто показать их, что есть персонажи, которые мы никогда еще не видели. И вряд ли увидим. Поэтому, ребята, ставьте жирненькие лайки, мне будет очень приятно. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что скоро выйдет новая интересная серия. Уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok